Материал вельвет. Всем привет! Я декоратор Алексей Журавков и в этом видео я вам расскажу и покажу как наносить материал под названием вельвет при помощи обычной морской губки. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новые видео про современные декоративные покрытия для стен. Жду вас в подписчиках. Спасибо! Материал вельвет. На первый слой отдельно взвешиваем на наш объем приблизительно 5 килограмм и разбавляем его водой до комфортного состояния сметаны. Это может быть от 5 до 10 процентов. Нанесение первого слоя. Для этого мы используем венецианскую кельму. Мне нравится 240 миллиметров длина кельмы и вспомогательный шпатель. Может быть от 80 до 150 миллиметров. Выбирайте уже, что вам больше нравится. Материал у нас разведен. Вот такая консистенция. То есть он не как вода, но все же на шпателе держится. Инструмент обязательно чистый. Параллельная стена, точнее перпендикулярная у нас отклеена скотчем. Здесь будет акцент. Потом мы обязательно тоже снимем, как мы делали и вам покажем. Наносим первый слой на величину зерна хаотичными мазками. Наша задача просто сделать фоновую подложку для нашего основного рисунка. В такой технике нанесения вот такого 10-килограммового ведра на первый слой нам платит на 50 квадратных метров. Тут можно особо с рисунком не играться. Главное следить за тем, чтобы было равномерное заполнение и не было наплывов. Меньше чем надо вы не нанесете, так как в материале присутствует зерно. И на эту величину мы его не наносим. Если попадается какой-то мусор, мы обязательно убираем. Стены мы предварительно перетерли наждачной бумагой. Кстати, про подготовку. На стенах поклеен стеклохолст на акриловую шпаклевку. И покрашен краской влагостойкой в два слоя. Мы использовали мат-латекс. Большие стены лучше наносить вдвоем или втроем. Тогда вы избежите пересыхания на стыках. На большой стене обязательно лучше двигаться вдвоем. Один человек делает вверх, один снизу идет. Идем равномерно. Стараемся, чтобы не было пересыханий, перехлестов. Для этого мы можем край всегда освежать. И делать наплыв материала, чтобы он оставался всегда таким свеженьким. Нанесли край, потом к нему вернулись и расправили. Стараемся делать максимально хаотично нанесение. Работаем сразу под самый багет, который мы не поленились и проклеили скотчем, чтобы не запачкать. И под самый низ до пола, чтобы плинтус это все потом красивенько перекрыл. И все это наносим. Главное, чтобы не было наплывов. Их сразу убираем и чтобы не было просветов. Все. Это самое важное требование для первого слоя вельвета. Эта стена уже подсохла. Продолжаем нанесение. Делаем примытание. Работаем быстро. Разглаживаем, не оставляем никаких следов, чтобы был максимально равномерный рисунок. Такой интересный полуматовый перелив. Начинаем нанесение второго слоя. На него мы также материал разбавляем с водой. Мы разбавили на 10%. Используем для удобности крышку для нанесения. И вот такую синтетическую губку, чтобы набивать сам материал. Можно также использовать морскую губку. Она будет дороже. Будет рисунок чуть другой. Но суть в принципе та же. Предварительно губку смачиваем. Отжимаем. Тщательно натамповываем материал на нее. И начинаем от угла наносить материал на стену. Постоянно губку проворачиваем, чтобы у нас не было штампованного рисунка от края мочалки. Вот такой рисунок у нас получается. Полностью заполняем поверхность. Не оставляем пробелов. Стараемся, чтобы высота рисунка не гуляла. Чтобы плюс-минус была одинаковая заполненность и высота рельефа. И все. Таким образом мы движемся по стене. Тут можем наносить полностью по периметру помещения. Вот так двигаться. И после того, как он чуть-чуть постоит, мы будем его приглаживать, формировать рисунок. Но ему нужно постоять. Сколько постоять, зависит от температуры помещения. Также мы придумали инструмент. Назвали его куриная лапка. Он нужен для того, чтобы подходить впритык к краю соседней стены. Стараемся прорабатывать полностью впритык к багету. Чтобы у нас был равномерный рисунок, без пустот. Берем наш супер инструмент. И добавляем в местах, там где не хватает. Так должна выглядеть поверхность. Вот равномерно все заполнено. И скоро мы ее начнем приглаживать. Теперь при помощи 150-го шпателя я делаю легенькие приглаживания. Разнонаправленными движениями. Они не прямые. Они как бы так влево-вправо. Чтобы шпатель буквально плавал по стене. С минимальным нажатием, чтобы не раздавить рисунок сильно. Очень-очень нежно, аккуратно приглаживаем. Обязательно нужно использовать хороший свет, чтобы вы ничего не пропустили. Движения такие волнообразные. Чтобы у нас рисунок плавал, гулял. Стараемся прорабатывать прям впритык к соседней стене. Так, можно сбоку поставить фонарь. И видно хорошо наш рельеф. После того, как мы пригладили рисунок, мы его оставляем еще на минут 10. Затем мы будем его уже окончательно формировать венецианской кельмой. Раскручивать восьмерками. А пока формируем дальше. И не останавливаемся. Двигаемся от одного угла стены до другого. Чтобы рисунок был цельный и не прерывался. Прошло 15 минут. И при помощи кельмы мы сейчас будем раскручивать наш материал. Будем делать вот такие движения в виде восьмерки. Это нужно для того, чтобы задать уже окончательный рисунок нашей фактуре. И создать вот этот декоративный эффект, вот этого интересного перелива. У нас есть еще некоторые места. Они довольно-таки мокрые. Видно, что они немножко блестят. Но там, где материала чуть меньше, то уже можно раскручивать. Просто, чтобы мы не упустили момент. Мы начинаем в разные стороны его крутить. На местах, где вот он блестит еще, стараемся сюда не залазить, либо залазить минимально, чтобы не сильно растягивать материал. По звуку даже слышно, что материал мягко шелестит и практически не налипает на кельму. Буквально чуть-чуть остается. Нажатие регулируете сами. В зависимости от того, насколько материал в таких местах подсох. Но за счет того, что в нем есть наполнитель, вы его уже не пережмете. То есть он меньше, чем на зерно не ляжет. И полностью вот таким образом проходим всю стену, формируем рисунок. Вот видно, где мокрый, он еще тянется. Мы его пока оставляем, потом за следующий подход окончательно сформируем. Проходим сейчас, начиная с мелких мест и выходим уже на основные плоскости, чтобы ничего не пропустить. Аккуратно подходим к стене, к полу, к багету. Но в такой технике можно наносить материалы только те, в которых есть наполнитель. Если шелковые краски, в которых нет наполнителя, именно вот мокрый шелк или сахара, то такая техника не подойдет. То есть есть похожие материалы по типу вельвета. Иллюзия кристалл. В разных странах у разных производителей есть также свои какие-то бренды и названия. Это могут быть там всякие велюры, вельветы и тому подобное. Но обязательно в материале должен быть вот этот наполнитель. Тогда будет вот такой рельеф формироваться. Формируем стену и одновременно наносим рисунок на вот эту следующую стену. Накамповываем. И движемся вот так полностью по периметру комнаты. Стыковку делать легко. Даже если вы вылезете, сразу можно это дело подмазать, подровнять. На финише мы распаковываем наш объект и получаем очень аккуратные примыкания к багету. А также аккуратное примыкание с просто покрашенным откосом. Вот так. Поэтому не ленитесь клеить скотч. Так, оно все у вас будет красивенько тогда. Так, оно все у вас будет красивенько. Продолжение следует. ! Продолжение следует...